Доброго времени суток мои дорогие зрители. Речь сегодня пойдет об изменениях тарифов ЖКХ в новом году. Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Первый раз платежи вырастут с 1 января на 1,7%, второй с 1 июля на 2,4%. Раньше суммы в платежках повышались раз в год, пишет российская газета. О принятом решении сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Причем этот факт остался незамеченным. А все потому, что этот вопрос не выносился на рассмотрение отдельно. Орешкин пояснил, что параметры повышения тарифов были заложены в прогнозе социально-экономического развития страны на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года. Документ был одобрен на заседании правительства еще 20 сентября. Несмотря на повышение НДС со следующего года, мы сохранили подход к индексации тарифов на уровне целевой инфляции около 4%. Единственное изменение, предполагается индексацию тарифов ресурсоснабжающих организаций разбить на два этапа, сделать повышение на 1,7% с 1 января, а оставшуюся часть произвести 1 июля, пояснил Орешкин, представляя документ в Кабмине. Он акцентировал внимание на том, что рост общего платежа за жилищно-коммунальные услуги, несмотря на повышение НДС, не должен превысить 4%. Тем не менее, платежки россиян с 1 января существенно потяжелеют, пояснила российской газете Светлана Разворот Нева, исполнительный директор НП Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ-ЖКХ-контроль. Во-первых, это середина отопительного сезона, когда платеж за отопление и так находится на максимуме. Во-вторых, с этой даты у россиян появятся новые платежи за мусор. По нашим наблюдениям за ситуацией. Это тоже приведет к росту платежей граждан, сказала Разворот Нева. К этому добавляется повышение тарифов в 1,7%. Предложение провести в 2019 году двухэтапное повышение тарифов ЖКХ исходило от Минэкономразвития. Против выступила ФАС. Минэнерго предлагала на втором этапе повышение предусмотреть рост тарифов в 4%. Минфин поддержал идею дважды повышать платежи для населения. Необходимость этого отмечал и Минстрой. Совокупное допустимое повышение платежей будет соизмеримо с повышениями тарифов предыдущих годов, сообщили российской газете в ведомстве. В результате повышение было одобрено КАП Мином в тех параметрах, изначально предложенных Минэкономразвития. Необходимость повышения тарифов объясняется ростом ставки НДС с 1 января с 18 до 20%. Ждать до июля с повышением нельзя, потому что платить НДС по новой ставке предприятий ЖКХ начнут уже в январе. Если не повысить тарифы, то практически полгода ресурсоснабжающие организации должны будут платить налоги по-новому, а получать деньги по старым тарифам, отметила разворот Нева. При этом она подчеркнула, что некоторые ресурсоснабжающие организации повышения НДС не затронет, они работают на упрощенке, а вот повысить свои тарифы для потребителей они смогут. О несовершенстве системы единого повышения тарифов ЖКХ на федеральном уровне говорил и глава ФАС Игорь Артемьев. Мы против того, чтобы фронтально повышать для всех компаний, заявил он. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите ваше мнение в комментариях. Пока-пока.